МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости региона в студии Надежда Заборская. Добрый день! И вот некоторые из тем выпуска. В Устьянском районе группа компаний УЛК открыла современный лесоперерабатывающий комплекс. Полный цикл делает производство безотходным. 18 марта в регионе пройдет масштабный конкурс селфи. Нужно проголосовать, сделать фото и, возможно, получить призы. Среди них смартфоны и планшеты. Кстати, современные гаджеты теперь пригодятся жителям Анциферовского бора Онежского района. Здесь появился интернет и мобильная связь. Качество связи 21 века стало доступным теперь жителям деревни Анциферовский бора Онежского района и соседних деревень. Благодаря проекту государственно-частного партнерства здесь поставили современное антенномачтовое сооружение, которое обеспечит людей интернетом и мобильной связью. Подробности далее. Несмотря на непогоду, в Анциферовском бору настоящий праздник. Теперь и в их деревню пришла долгожданная связь. Благодаря совместному проекту власти и бизнеса теперь здесь установлена вышка, которая позволит обеспечить населенный пункт и телефонной связью, и интернетом. Для нас этот проект очень важен, потому что это первый наш опыт государства частного партнерства. И сейчас вот в отдаленных районах, собственно говоря, мы за счет небюджетных средств построили опору, вот эту вот, собственно говоря, и с оператором мегафона реализуем первый такой проект. Деревня Анциферовский бор долгое время была белым пятном на карте связи Архангельской области. Стационарные телефоны работали, но с перебоями. До этого здесь было, конечно же, у нас уже на протяжении последних 10 лет проблемы со стационарной связью. Мы неоднократно жаловались, писали, но сами понимаем, что в каком состоянии находятся у нас линии связи. Теперь в деревню пришла не только устойчивая мобильная связь, но и 2G и 3G интернет. Сразу после запуска антенна мачтового сооружения качество связи проверил губернатор Игорь Орлов. Спасибо огромное за хорошие новости. У нас за последние месяцы это уже второе такое крупное событие, когда в нашей отдаленной территории, которые, ну, по-настоящему были обделены хорошей связью, приходят нормальные системы коммуникации. И вот даже по той картинке, которую мы сейчас видим, это очень качественно, это очень хорошо. Игорь Орлович, сейчас запустили, ребята хотят вам спасибо сказать. Да. Это 3-4. Спасибо! Двойной праздник у семьи Елизаровых. Многодетной семье выручили смартфон, чтобы они всегда были на связи. Цены презент подарили самому младшему члену семьи, Максиму. Звоните, наверное, кому-то будешь. Угу. Папе, да? Папа у нас на вахту уехал. Папе. Насте. Ну, Соня, Настя и Соня. Теперь жители могут смело пользоваться устойчивой мобильной связью и интернетом. Место для установки вышки выбрано таким образом, что новая антенна позволит обеспечить связь не только с жителями Циферского бора, но и близлежащих деревень. А это почти 5 тысяч жителей. Наталья Пулина, Ольга Красулина, Регион 29. В Устьянском районе открыли современный лесоперерабатывающий комплекс группы компании ОЛК. Это полный производственный цикл от лесозаготовки до переработки отходов и лесовосстановления. Новый комплекс стал самым современным в России, рассказывает Алексей Шемякин. Еще не так давно дерево диаметром меньше 14 сантиметров, это так называемые балансы, на предприятиях ОЛК продавали целлюлозно-бумажным комбинатом по цене ниже себестоимости. Тогда и пришла мысль построить завод по производству тонкомерной древесины, который объединил два комплекса по сортировке круглых лесоматериалов, лесопильный цех, сушильные камеры, цех сортировки, котельную и железнодорожные пути. На столы подачи подают лес, проходит через вращатель, поворачивает вершиной вперед, проходит из-за корочной, выходит из-за корочного коренное бревно, подается на линию лесопеления, проходит лесопеление, из станка выходят доски, идут на сортировку. Все, сортировки пошли в карманы, с карманов пошло на шифре, штабельно-формировочная машина, укладываются пакеты. Новый завод, построенный менее чем за два года, способен ежегодно перерабатывать до полутора миллионов кубометров древесины экспортного качества. Проект был одобрен федеральным министерством и получил поддержку около 600 миллионов рублей. Еще один завод, который открылся на Устьянской земле по производству пилет, это позволило предприятиям УЛК перейти на полностью безотходное производство. Здесь планируют выпускать до 150 тысяч пилет в год. Вообще, на самом деле, это очень важное направление, очень важный тренд развития промышленного комплекса – создание пилетных производств. Безотходное производство, это требование сейчас применяется практически ко всем проектам в области освоения лесов. И надо сказать, что здесь это создано, это работает. Работы двум заводам обеспечит новый семеноводческий комплекс. Его направление деятельности – это лесовосстановление. Компания вложила в реконструкцию лесопитомника более 100 миллионов рублей. Теперь здесь планируют выращивать до 9 миллионов сеянцев в год. Чтобы начать первую весеннюю ротацию раннюю, там у нас стоят отопители. Будут отапливаться теплицы, чтобы тепло было с сеянцем прорастать. А летом, естественно, там уже отопления не надо, там уже будет прохлада нужна, поэтому будет вентиляция создаваться. В этих теплицах будут выращивать сосну и елку. Отсюда они отправятся на площадки закаливания. И как только саженцы достигнут 12 сантиметров, их отпустят, как говорят технологи, в лес. Они не остановятся на тех объемах, которые мы сегодня наблюдаем, которые сегодня видим. Но они планируют увеличить минимум в два раза, это в свою сторону, снизить себестоимость. То есть мы говорим о том, что здесь зарождается достаточно крупный проект по лесовосстановлению. По словам руководства ОЛК, открытие заводов в Устьянах – это не предел. Современные производства будут появляться и в других районах области. Сейчас мы в Соломбале будем делать небольшую корректировку проекта. К концу года завершим проектно-сметную документацию. В 19-м начнем строить, ну и в 21-м сдадим эксплуатацию. Это будет точно такой же завод, близнец, как вы видели сейчас. Точно такой же мощности. Когда государство предлагает свои инструменты поддержки, бизнес развивается, формирует новые рабочие места, новый налоговый потенциал, новую социальную инфраструктуру. Все получается к удовольствию всех сторон. И самое главное – в интересах развития региона и нашей страны. Новое производство стоимостью в 6 миллиардов рублей появилось менее чем за два года. Не обошлось без поддержки государства. В Устьянский бизнес поверила и области. Теперь новое производство в 20-ке крупнейших в мире, 6-е в Европе и 1-е в России. Алексей Шемякин, Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Евгений Зыков, Александр Кузнецов. Регион 29. Каким должен быть архитектурный облик Архангельска? И что необходимо сделать для того, чтобы столица Поморья стала привлекательнее для горожан и приезжих? Ответы на эти вопросы попытались найти на встрече в рамках 13-го Поморского строительного форума. В диалоге приняли участие представители администрации Архангельска, союза архитекторов, инспекции по охране объектов культурного наследия региона и студенты. Речь шла о визуальных составляющих городского облика и о создании комфортной среды. К слову, и то, и другое будет пересмотрено при разработке нового генерального плана Архангельска, работа над которым уже началась. Существующий документ, по словам экспертов, имеет ряд серьезных замечаний. Реализация генерального плана в том виде, в каком он утвержден, практически невозможна и делает его заведомо утопичным. К сожалению, генеральный план, утвержденный Архангельска, не решает очень серьезных глобальных проблем для окраинных территорий Архангельска, где сегодня нет предприятий, нет работы. Это и наши островные территории, такие как Бревенник, Хабарка. В новом плане должно быть отрежено решение инфраструктурных проблем и модернизация существующих объектов. Задержка или невыплата заработной платы становится поводом для обращения граждан в надзорные органы. Только за прошедший год прокуратура Архангельска была направлена в суд почти полсотни заявлений. Внесено более 20 предписаний по защите трудовых прав граждан. И около 40 правонарушителей привлечено к административной ответственности. Проверки в указанной сфере носят постоянный характер и направлены на предотвращение и недопустимость нарушений прав работников. Соистекший период 2018 года мерами прокурорского реагирования взыскана задолженность по заработной плате в размере более 3 миллионов рублей. Чтобы защитить себя, граждане вправе обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав. В прокуратуре Архангельска работает телефон горячей линии, номер на экране. Здесь принимают обращения граждан, связанные с нарушениями трудового законодательства. Голосуй, фотографируйся и выигрывай супер-призы селфи-конкурса «Регион 29. Выбирай». Напомним, что он пройдет уже в это воскресенье. Победители получат ценные призы. Это айфоны, планшеты, часы, гироскутеры, камеры GoPro и велосипеды. Всего свыше 40 призов. Уникальный шанс предоставится для всех жителей Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Пойду и голосовать на выборы, и участвовать буду обязательно в такой акции. Как не побороться за такие хорошие призы? И я считаю, каждый обязан сделать свой выбор, оставить свой голос за того, за кого он хочет проголосовать. Суть селфи-конкурса проста. В день выборов 18 марта нужно прийти на избирательный участок, проголосовать и сделать фото в конкурсной рамке. Рамки установят прямо на участках. Рядом с ними будут работать волонтеры, которые помогут сделать удачный снимок. После этого необходимо разместить фотографию в социальных сетях, вконтакте или в инстаграм с хэштегами «Голосовач29» плюс хэштег вашего города. Чем раньше будет опубликовано фото, тем выше шанс получить приз. Ведь это позволит набрать большее количество голосов. Конкурс пройдет для всех жителей Архангельска, Новодвинска и Северодвинска старше 18 лет. Загрузить фото в социальную сеть можно будет с 18 по 20 марта. Победители определятся народным голосованием по количеству лайков. Их имена объявят 25 марта. В Котласе прошло открытое первенство города по самбо. Участие в нем приняли около 100 спортсменов. За спаррингами ребят наблюдала Елена Кермич. Несмотря на то, что у каждого спортсмена нервы были натянуты как струна, ведь победить соперника желал каждый, внешне все выглядело спокойно. Дисциплина и выдержка – одни из главенствующих качеств самбистов. Они, во-первых, формируют человека, формируют характер человека, правильное отношение вообще и в жизни, не только на ковре, а в жизни. Не даром самбо – олимпийский вид спорта. В Котласе им вплотную занялись лет 6 назад. Сегодня секции по самбо посещают около 400 юных котлашан. Кстати, представительниц слабого пола на татаме становится все больше. В спаррингах наравне с ребятами они используют все виды техник. Бросковую, удушающую, болевую, ударную. В первый год тренировок, конечно, у меня ничего не получалось, и мальчики меня били. Но в этом году все-таки я не боюсь больше никого, и да, защищаюсь нормально. Я занимаюсь самбо, потому что, чтобы постоять за себя. Защищаю сестру, семью, бабушку. Всего в открытом городском турнире по самбо приняли участие порядка 100 спортсменов из Котласа, Котласского и Устьянского районов. Бои шли одновременно на двух татами. Одновременно это идет соревнование для популяризации вида спорта, для выявления сильнейших спортсменов, ну и также для выполнения спортивных разрядов на официальном мероприятии. Благодаря президентской программе «Самбо в школу» этот вид спорта приобретает у подрастающего поколения все большую популярность. Активное содействие в его продвижении оказывают и кадетские классы. А потому тренеры прогнозируют, за год количество занимающихся самбо на территории Поморья вырастет как минимум в два раза. Елена Кербич, Алексей Ватчик, регион 29, Котлас. Такие новости к этому часу. На экране вы видите контакты нашей редакции. Звоните, пишите, мы всегда на связи. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова